Смотрите далее в гражданской обороне. Политические трупы встают из могил. Комитет спасения Украины, как призрак режима Януковича. Я перед вами. Почему в октябре стоит ждать чудо? Это все будет сведено к тому, что это все смог сделать как раз этот комитет. От этого рейтинг его может как раз повыситься. Смена тактики террористов. Как войну пытаются перенести в Киев? От чегощика? Читают гранаты. Последние новости с передовой. Как соблюдается призрачное перемирие? На жаль уходить его боевого зитканья. Загинув волонтер. После позорного бегства в Москву большинство украинцев надеялись увидеть их в следующий раз за решеткой. Вместо этого политические трупы прежнего режима стряхнули землю и попытались выбраться из могил. Я перед вами. В начале августа беглецы Азаров, Марков и Олейник неожиданно дают пресс-конференцию в Москве. Комитет спасения Украины был представлен журналистом на этой неделе. Представители бывшего руководства Украины приняли решение о создании Комитета спасения страны. Спасать Украину бывшая Свита Януковича решила неожиданно и прямо из Белокаменной. Я его в шутку, знаете, с такой иронией, даже сарказмом называю Комитет спасения Азарова, Олейника и сутоварища. Эти товарищи оказались в эмиграции, в забвении. Цинизм Троицы просто зашкаливал. Для начала Николай Азаров возложил цветы к памятнику Тараса Шевченко. Затем заговорил про киевскую хунту. Мы себе этого представить не могли. Представить, что роскошная жизнь и поездки в Австрию вот так неожиданно оборвутся и правда было сложно. Сегодня я буду бегать, завтра не буду. Вот она голубая мечта. Но политологи уверены, появление Комитета спасения Украины – это не просто крик отчаяния престарелых опальных политиков. Поява Комитета по ретунку Украины – это сценарий Кремля. Это сценарий для того, чтобы в свидетельстве украинцев начать повертать героев, персонажей старого режима. Коррупционного, злочинного. Главной целью Кремля сегодня остается впихнуть ДНР и ЛНР словно раковые опухоли в Украину. Совершенно ясно, что с откровенными террористами Захарченко и Плотницким, руки которых по локоть в крови, такая перспектива отсутствует напрочь. Делать ставку на вот этих вот алкоголиков, наркоманов, бывших, гетиров, вот эти Захарченки, Пушилины, все. Или же привести вот эту всю респектабельную тусовку, ничпуху, Ивану Януковичу, Азарову, Алины, Катан, Клеменко, каким-то образом легенимизировать их. Террористические ДНР и ЛНР уже анонсировали местные выборы 18 октября и 1 ноября. Да, будет 18 числа выборы. Но они пройдут по нашему закону, по нашей конституции, согласно Галамиту Минской соглашения. Эксперты уверены, к середине сентября стоит ожидать начало избирательной кампании от Азаровой кампании. Пик ее деятельности как раз придется за примерно две недели до начала выборов. В начале октября, возможно, произойдет нечто такое, что прекратит сильное вооруженное противостояние двух сторон. Иными словами, вполне возможно, что произойдет существенное улучшение ситуации на фронте. Некое чудо. Естественно, что чудо позволит случиться именно Москва. Это все будет сведено к тому, что это все смог сделать как раз этот комитет. От этого рейтинг его может как раз повыситься. А дальше у псевдореспублик ДНР, ЛНР появятся лидеры, похожие на политиков, а не на убийц. С ними шансы осуществить свои планы интеграции в Украину возрастают. Россия пока тоже к этому относится, ну так, как пробный шар. Получится, не получится, какая реакция? Скажу тебе по секрету, ходят слухи, будто власть перемирится. То, что лед тронулся, стало понятно уже в субботу 5 сентября. Сеть заполонили сообщение о перевороте в террористическое ДНР. Одного из бандитских главарей Андрея Пургина вначале не пустили в ДНР по возвращении из Москвы. А потом и вовсе посадили на подвал. На его место назначили более сговорчивого Пушилина. В парламенте ДНР произошли перестановки. Андрей Пургин покинул пост председателя. Его обязанности пока будет исполнять вице-спикер Денис Пушилин. Корабль дал течь, крысы побежали. Опасаясь зачисток, главари террористов начали спешно покидать Донецк. По неподтвержденным данным, одним из первых сбежал и герой-любимчик российских СМИ Моторола. Отвоюем свою землю и будем дальше работать, как работаем. Местное издание сообщает, что Арсений Павлов, не моргнув глазом, бросил жену и ребенка и отправился в вояж с подельниками и новой пассией. Источник рассказывает, что боевик и его свита покидали город на двух джипах, которые были под завязку набиты вещами. Так, я себя не обделил? Буквально на следующий день после переворота новоявленный лидер сепаратистов Денис Пушилин анонсировал скорое окончание войны на Донбассе. Если техника калибром до 100 мм будет отведена от линии соприкосновения, то это, по сути, будет означать окончание войны. Всех несогласных с политикой партии в ДНР-ЛНР ждет незавидная судьба. Курс на мир уже взят. Политика Комитета спасения простая и обкатана. Все беды, которые принесли Украине российские войска и наемники, списывают на действующее правительство. Силы, которые захватили власть посредством государственного переворота, развяжут кровопролитнейшую войну. И дальше по кремлевской методичке. Нет НАТО, да Россия матушка. Людям опять скормят проверенное популистское понижение тарифов, особое внимание Николай Янович уделяет похвалам себе. Украина, когда я был премьер-министром, развивалась. Ну, конечно. И первое, что спасет Украину по версии политтрупов, это... Досрочные выборы президента и парламента Украины. А вот и кандидат в президенты. К сожалению, Крым и потеряли. Готов исполнять и озвучивать любое слово кремлевских хозяев. Федерализация эта не страшна. Чтобы самим хоть как-то отмыться, всех собак навесили на экс-гаранта Януковича. В команде принципиально нет и не будет беглого президента Януковича. То в ее состав не позвали Виктора Януковича. От экс-президента открыто отмежевал с его глава правительства Николай Азаров. И место его на одной стороне подсудим. Вместе с Порошенко и со всеми теми, кто сегодня правит полночить. Самого Игоря Маркова задержали в Италии в городе Сан-Рема по требованию украинского бюро Индерпола. Мы отримали от наших итальянских коллапин поведение о том, что им был затриман гражданин Украины Марков Игорь. Три недели Марков провел в итальянской тюрьме. И хотя итальянская сторона сочла обвинения экс-депутатов в хулиганстве в Одессе в 2007 году недостаточными для их традиции в Украину, само задержание приспешника террористов уже четкий сигнал от Запада. То есть Запад уже показал, что уже не прокатят, то есть закрывать глаза на это не будут. Поэтому, значит, вполне возможно, что они от этого сценария через некоторое время откажутся. Не вошел в Комитет спасения, но тоже появился, словно черт из табакерки, еще один беглец. Бывший министр налогов и сборов, а также член семьи Александр Клименко. Ради возвращения к кормушке бандит от политики не поскупился на креативную и дорогую рекламу. Это кадры полуторагодичной давности. Вместе с «Золотым человеком» Виктором Пшенко Александр Клименко локтями пробивает себе дорогу к самолету. Позорище редкое. Едва не потеряв одежду в потасовке, при помощи телохранителей забегает и Клименко. Сегодня это видео Александр Клименко, преданный член команды Януковича, сделал частью своего рекламного ролика, пытаясь превратить позор в шутку. Конечно, конечно вернусь. Ведь кто? Кто, если не мы? Может быть, те, кто не бросили свою страну, сбегая, словно крыса с тонущего корабля? Те, кто поддерживают европейский вектор развития и не оплачивают из собственного кармана боевиков, убивающих украинских патриотов? Ответ очевиден. Политические трупы Азаров, Клименко, Олейник вдруг снова появляются на экранах. Опять власть меняется. Эксперты уверены, воскресить их могла только Москва. Без воли Кремля они бы и пальцем не посмели шевельнуть. Не то, что давать интервью федеральным каналам РФ. И они делали эту конференцию с очень большим пафосом. Очень много журналистов пришло. В России журналист идет туда, куда его направили. Не исключено, что Кремль снизит эскалацию в октябре. Наступивший мир связут с именами старых политиков, что создаст им рейтинг. Ведь люди действительно устали от затянувшейся войны и тысяч смертей. Но не стоит обманываться, утверждают эксперты. Это всего лишь очередная манипуляция Москвы. Появление Азарова, Клименко и прочих призраков режима Януковича настораживает. Становится очевидным. Террористы сменили тактику. Сегодня более всего Кремль желает открытия второго фронта. Только теперь в Киеве. Так вот мы призываем людей. Выходите на улицы. Берите власть в свои руки. Оказывайте давление. Пока беглецы призывают к захвату власти и беспорядкам, другие марионетки Кремля эти беспорядки осуществляют. Голову поднял. Да. Одесса, Харьков, на очереди Киев. Провокации и теракты добрались до столицы. Это видео задержания террористов в Абалонском районе. 3 сентября они готовили масштабный взрыв жилого дома. От чегощика? Чикарат граната. Организатором группы оказался россиянин, уроженец Сахалинской области РФ. Злоумышленники активно сопротивлялись спецподразделению Альфа при задержании. Успели взорвать гранату. К счастью, никто не пострадал. Тем временем хрупкое перемирие на Донбассе продолжается. Самой большой трагедией прошлой недели стал обстрел мобильной группы около села Лобачева Луганской области 2 сентября. Бойцы АТО боролись с контрабандой на данном участке. На пути следования группы были заложены мины. Работал снайпер. Группа смогла продержаться до прихода подкрепления. К сожалению, не без потерь. На жаль уходить его боевого зиткнення. Загинув волонтер, співробітник державної фискальної служби і четверо наших бійців дістали поранення. Також ранення получил один боец вблизи села Кримське. В целом, по многим направлениям, после 1 сентября установилась тишина. Но провокации не прекращаются даже теперь. Таким образом, террористы продолжают провоцировать украинских военных, чтобы после иметь повод обвинить украинскую сторону в нарушении режима перемирия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова